здравствуйте друзья приветствую вас на своем канале поющий рыбак и сегодня я вам хочу рассказать несколько мелочей о нахолсе а точнее как выбирать правильно мушку на которую вы собираетесь ловить прежде всего когда вы подойдете к воде нужно окинуть взглядом посмотреть что происходит на поверхности что летает в воздухе как правило после обеда хорошую погоду обязательно есть какие-то насекомые и рыбы их собирает можно по сплеском определить даже что это за рыба такая и какой вид насекомых она собирает каким она питается но если ничего этого нет что обычно бывает утренние дымки воздух еще слишком влажный то стоит посмотреть что находится под камнями в реке вот здесь практически идеальное место для того чтобы посмотреть какие насекомые есть под камнями потому что вода приносит множество кислорода она очень чистая есть какие-то листья на дне вот но давайте переведем камень и посмотрим что тут обитает оба основную пищу фореля и хариуса в горных реках составляет причинке насекомых таких как поденка ручейник и веснянка перед нами личинка ручейника гидро психи этот вид отличается тем что личинки не строит трубчатые домики из песка а ловчие сети и являются поэтому хищниками взрослые насекомые напоминают небольших не ярко окрашенных ночных бабочек и в отличие от личинок почти не питаются срок их жизни ограничен одной двумя неделями превращение личинки во взрослые насекомые происходит через стадию куколки что называется полным превращением личинок поденки легко узнать по трем хвостовым нитям которые имеются и у взрослого насекомого а самый распространенный вид обитающих в реках хептогения также по плоскому теру с крупной головой как бы прилипшему камню личиночная фаза поденки длится два-три года а в течение этого срока насекомые многократно линяют но вот взрослая насекомая живет в лучшем случае несколько дней что интересно ни в одном другом отряде насекомых кроме поденок не бывает линьки окрылившихся особи всего же в природе существует более 3000 видов поденок следующие насекомые разительно схожие с тараканом это личинка веснянки они встречаются главным образом весной и отсюда их название эти насекомые одни из немногих не боятся холодов и небольших заморозков среди остальных личинок веснянки настоящие монстры ведь длина их тело может достигать 3-4 сантиметров крупная форель с удовольствием их пожирает вот эти личинки ручейника они бывают разных цветов бывает вот такого темно-зеленого вот бывают посветлее вот это вот уже имитация вот видно размер не очень подходит хотя реке сейчас бывают личинки разного размера конечно для того чтобы создать верную имитацию насекомого нужно несколько предпосылок во-первых знать вообще какие насекомые в воздухе на данный момент летают какие какими рыба питается а также учитывать три важных фактора а именно силуэт размер и цвет теорию мы изучили а теперь пора знания применить на практике сегодня я буду ловить на французскую нимфу то есть фактически вертикальной проводкой у дна какие ее преимущества дело в том что силы течения бывает разные у поверхности средних слоях воды и у дна а наша цель придонный слой куда можно разместить мушку только с помощью вертикальной проводки когда течение не влияет на шнур если мушка правильно подобрана и не страдает техника приближения к рыбе то в принципе лов не заставляет себя долго ждать что это у нас такое поймалось это у нас радужная форелька очень даже симпатичная небольшая конечно да она небольшая но как приятно поймать рыбу именно на ту мушку который ты сам подобрал исходя из своего опыта это форель настоящая ручёвочка не знаю какая она длина и но я думаю что сантиметров 40 класс фух а еще раз красотка половить немного на большой реке я отправился сопровождаемый шорохом опавшей листвы на один из ее притоков удивляющий порой достойными трофеями может быть и в этот раз мне повезет можно сказать что конец октября это далеко не самое лучшее время для ловли таких теплолюбивых рыб как карп линь или усач но вот хариус и форель перед зимовкой и особенно форель перед предстоящим нерестом активно питаются рыбалка однако бывает часто непростой по причине низкой и прозрачной как стекло воды прошедший через фильтр опавших листьев и и Облавливая омуток за омутком, мне удалось поймать еще нескольких бойких форелей и хайвиксов, все на ту же французскую нимфу, правда иногда приходилось вставать на колени, чтобы рыба меня не видела Ну вот уже пришлось и шапку одеть, сегодня 28 октября, можно сказать, что уже потихонечку потихонечку наступает зима на пятки, похолодание резкое с 20 градусов днем до плюс 8 всего лишь, рыба потихонечку перестает, клевать в летнем режиме уходит смелей, переходят на глубокие ямы, ну что-то удалось поймать, как вы сами видели Какая-то рыба была не поймана, осталась до следующего раза Друзья, я хочу вас попросить, когда вы будете на реке, то если вы видите какой-то мусор, то берите с собой, потому что реки такие красивые есть у нас с вами, нужно их беречь, нужно беречь нашу природу, а рыбу, если вы уже совсем не голодаете, в чем я сомневаюсь, бережно отпускаете особенно форель и кариусы, которые этого бесспорно заслуживают С вами был Олег Еремин, канал Поющий Рыбак, подписывайтесь, ставьте лайки и до следующего видео